Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. Особое мнение на 101FM. Начало второго в нашем городе. Добрый день, я Владимир Сметанин. Приветствую сразу же человека, чьё особое мнение мы сегодня будем слушать. Общественный деятель Виталий Брамов. Виталий, приветствую тебя. Добрый день, дорогие. Слушай, я сейчас изменил своё мнение. Мы с тобой запланировали говорить об очень серьёзных вещах. А может, ну его, ну его. Погода хорошая, лето жарко. Давай о женщинах говорить о том, как они украшают нашу жизнь. Но не все, конечно, к сожалению. Есть женщины, от которых только одни беды. Например. Я читал о таких. Я читал о таких и слышал о таких. Ну, всегда же. Это как испытание воспринимать, наверное. То есть, как бы, приходят бесы, в том числе через женщин. Испытания. Ладно. Раз уж будем говорить о бесах. О, про них-то можно долго говорить. Да, будем говорить. Перед началом общения я напоминаю слушателям, что вы можете задать вопрос гостю особого мнения с помощью специальной формы на сайте эхокирова.ру. И еще раз заостряю ваше внимание на том, что если вы любите читать, вернее, предпочитаете читать в интернете, нежели смотреть и слушать, то милости прошу на сайтах эхокирова.ру. Там с недавних пор есть расшифровки особых мнений. Очень удобно. Пожалуйста. Итак, новость, которая появилась накануне, с нее начинаем. Новость, которую кировские СМИ, как бы, прям так написано, да, на многих сайтах, которую с нетерпением ждали многие кировчане, вот прям с нетерпением. Ну, что касается меня, я не то чтобы с нетерпением ее ждал, но я надеялся, что однажды это произойдет. В общем, речь о чем? В свой профессиональный праздник, 25 июля накануне, День сотрудника органов следствия Российской Федерации, Следственное управление Следственного комитета по Кировской области объявило о возбуждении уголовного дела, далее цитата, «по факту мошеннических действий при проведении сделки с земельным участком в парке Победы». И так далее, и так далее. Мы чуть позже будем разбирать подробно это заявление следователей. Почему сейчас, напоминаю, с Виталием Бромом мы начинаем обсуждать эту тему. Виталий один из самых активных, а может быть, самый активный в этом плане человек, который с момента начала этой истории с парком Победы, я имею в виду продажу земли за 338 тысяч, Виталий говорил, да вы что творите? Ироды! Ироды, что же вы творите-то нам? Всех активнее. И было, и было, и остается, и писал, и говорит, и так далее. — Подожди, да, вот хочу начать все-таки с такого вопроса. Я накануне почитал популярные кировские паблики, где, естественно, эта новость появилась. — Анонимная. — Ну, анонимная, да. Люди начинают комментировать и высказываться, и вот на чем я остановился. Немало сообщений, немало, в общем-то, сообщений о том, что дело ничем не закончится. Вот возбудили дело, а потом оно, ну, возможно, развалится или закроется в виду, там же написано, не установленные лица, да? Вот их не установят, и все. И дело на этом закончится. Давай вот с твоего мнения по этому поводу. Все-таки мы придем к тому, что будут конкретные люди обозначенные, в отношении них, собственно, предъявлены обвинения будут и так далее. И, ну, судом это дело должно, в общем-то, закончиться, да? — Ну, конечно, да. — Ну, как должно. — Смотрите, в любом случае, хотелось бы верить, что дело закончится в пользу города, в пользу горожан. — Что ты имеешь в виду конкретно? — Засранцы будут наказаны. Что муниципальная собственность, которая была нагло украдена, будет возвращена. И будет использоваться на благо города и населения. — То есть ты имеешь в виду о возврате вообще в собственность города, да? — Да. То есть в это хочется верить. И я в это лично, я в это верю. Есть там часть людей, которые считают, что ни к чему это дело уголовное не приведет. То есть такие люди там также есть. Ну, мы видим сейчас официальный пресс-релиз от Следственного комитета, да? Который вчера он благополучно всем разослал, выложился на сайте. Мы его все прочитали. Очень так странно, конечно, сформулировано все. Сейчас мы к этому перейдем. Но, тем не менее... — Странно, но это такой язык. — Это такой язык. — Язык, да. — Язык. — Ведомство, да. И все прекрасно. Я думаю, что правоохранители, Следственный комитет, ФСБ, который, я думаю, там где-то рядом, безусловно, и смогут все сделать правильно и хорошо. То есть мы в них верим. Вот они нас и слушают. Мы в вас верим, ребята. И надеемся. И весь город скажет вам огромное спасибо за то, что вы вернули землю городу и наказали этих негодяев. То есть вот это безусловно. Я думаю, что есть там поддержка. Все-таки уровень очень большой. Мы понимаем, что здесь замешан бывший глава города, который ныне занимает пост председателя ЗАГСа в Ранее, главы партии «Единая Россия». То есть мы понимаем, что уровень довольно высокий. И вряд ли бы такие действия, они бы шли без отмашки из федерального центра. Я так думаю. Я думаю, что отмашка есть. — Что ты имеешь в виду? Расследование? — Расследование даже вот это. — Завязавшиеся, да? — Ну, конечно, да. Ведь его же не было год назад, такого уголовного дела, правильно? Сейчас оно появилось. — Слухи ходили последний месяц-два о том, что есть уголовное дело. Ну и в нашей студии, конечно же, заявлялось об этом. — Да, но они подтвердились слухи. И это радует. — Хорошо, давайте теперь попытаемся проанализировать то, что мы получили от следственного управления. Это официальное сообщение третьим отделом по расследованию особо важных дел. Тут так уже проникаешься уважением особо важных дел. — Да, очень серьезно люди там сидят и работают. — Часть четвертая статьи 159, естественно, это мошенничество. Сотрудниками управления ФСБ по нашему региону установлено, что в период времени с 2007 года по 2015 неустановленные лица действуют по предварительному сговору, совместному и согласованному. Тем, кто знаком с главным законодательством, предварительный сговор совместно согласован. Это уже означает утечение всего этого как раз, да, статья там не первая уже, последующая часть, вернее. Путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок, расположенный в парке Победы в городе Кирове. Вот ты знаешь, меня очень эта формулировка порадовала. Расположенный в парке Победы в городе Кирове. Помнишь, сколько было пересудов? — То, что это не парк. — Относится это парк, не парк. — Не относится. Следователь пишет, расположенный в парке Победы. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав земельный участок представителям одной из строительных организаций города. Ну, чего уж тут скрывать, это... — Кира Спецмонтаж. Это господин Миронов. — Да. — Господин Миронов, вы купили краденое. — Да. — Ну, по всей видимости, вам не повезло. — А вот, кстати, Киров Спецмонтаж, по идее, по твоей оценке, ему что-то грозит в этой ситуации? — Да я думаю, вряд ли, но потому что... — Приобретение заведомо незаконным путем — это тоже некие последствия. — Ну, я думаю, что нет, потому что все-таки он приобретал, по-моему, в сентябре прошлого года, и на сентябре прошлого года никаких таких дел уголовных не было. Наоборот, было решение суда, которое подтверждало законность изначальной продажи, отчуждение из муниципальной собственности в сторону, в пользу компании «Экзорс». То есть было решение областного суда, довольно странное решение, но оно было. Поэтому я думаю, вряд ли что-то грозит Миронову, наверное, но посмотрим, то есть как все развернется. Может быть, там грозит потерей 120 миллионов рублей, которые он потратил на эту ситуацию, кто его знает. — 120 миллионов — это сумма покупки. — Это сумма покупки. — Этих четырех с лишним металом. — Перекупки, верю. — Перекупки, да. — Но мы с тобой говорили до начала, она ведь нигде в официальных бумагах не фигурирует. По большому счету, это вот такие слухи. — Это слухи, но... — Но очень достоверные, как ты говоришь. — Ну, да. — Виталий, вот этот период, указанный в релизе официальном 2007-2015, что это тебе говорит? — Говорит мне вот все. Вот вся схема, которую я уже разбирал неоднократно и показывал, даже там рисовал таймлапс такой, что было всем понятно, коротко, тезисно. Можно пробежаться, в принципе, что было с 2007 годом. — Давай напомним, да, я думаю, следует сделать. — Коротко, да, то есть, ну, слой начался с 1961 года, когда было решение о создании парка. Это было решение исполкомом Кировского городского совета. — На месте деревни. — Пахомьево, в честь этих людей, наших горожан, которые ушли на фронт. — И не вернулись. — И не вернулись. — Никто из мужиков не вернулся. Поэтому там решили сделать парк. То есть само по себе решение, оно уже такое странное. О продаже территории священной земли, можно сказать. То есть мы все помним, победа — это подвиг, великий подвиг. И вот тут генералы творят такой беспредел. Ну, вот это вот такое время, видимо, такое смутное живем. — Вернемся к 2007 году. В этом году, где-то в июле, был заключен договор аренды от этого участка номер один. Ну, все-таки тут сейчас идет речь про основной участок, где футбольное поле самое большое, да, то есть и дело, и все прочее. Там был еще второй участок, который благополучно застраивается уже, да, то есть какой-то безумной высоткой, которая уже портит весь вид, уже выше обелиска со всех сторон. — Которую, когда едешь по Ломоносову, видишь ее, и такое ощущение, что она прямо в центре где-то стоит. — Да, благополучно строит господин Крутихин, компания ССК. Ну, никакой совести тоже у них нет, безусловно, это нужно понимать. Ну, тем не менее, пока что по ним речи не идет, да, то есть пока что. Вот в 2007 году был заключен договор аренды участка, где футбольное поле. Затем в 2010 году, про второй участок, давайте все вместе уже говорим, все в комплексе, так сказать, да. В 2010 году был сдан в аренду второй земельный участок, где сейчас ведется стройка под физкультурно-досуговое учреждение. Затем в 2011 году было решение Городской думы об уменьшении зеленых насаждений общего пользования за счет изменения функциональной зоны части Парка Победы. То есть была зона рекреационная, насколько я помню, стала общественно-деловая зона, там, С5, по-моему, которая подразумевает в том числе жилую застройку. Затем в 2012 год, участок номер 2, изменение разрешенного использования земельного участка, который был сдан в аренду, так же точно, по второму участку, по такой же схеме. Затем в 2012 году изменение разрешенного использования земельного участка номер 1, где футбольное поле, на общественно-деловую застройку. Затем в конце, в середине 2012 года, в августе месяце, оформление участка номер 2, где строится дом. Я надеюсь, что никто не забудется, кто нас слушает, но, тем не менее, стоит в комплексе рассматривать, потому что итог очень важен, к которому мы подойдем. То есть оформление в собственность участка, где строится дом компании ССК, это было в августе 2012, в 2013 году параллельная нить пошла. То есть кадастровая стоимость этого участка, номер 1, где футбольное поле, состояла в 155 миллионов рублей. Вот нужно отметить, запомнить. В 2013 году. В 2014 году было выдано разрешение на строительство спортивно-оздоровительного комплекса на участке, где футбольное поле, по которому сейчас уголовное дело открыто. Спортивно-оздоровительный комплекс, это футбольное поле, включая в себя, которое они якобы создали, я напомню, они его обложили бордюром, построили какую-то качель, песочницу, что-то там еще, сделали немножко кривоватые дорожки. Ну, за это не спасибо сделали, но, тем не менее, сделали. Еще раз уточню, кто сделал новую компанию? Делала компания, где был в соучредителях сын тогда главы города Игорь Владимирович Быков. Он был в учредителях компании, которая именно занималась возведением строительства этого объекта, под названием строительно-оздоровительный комплекс. В 2014 году, в конце, в декабре, было выдано разрешение на строительство жилого дома компании ССК на участке номер 2, который сейчас уже благополучно, наверное, скоро будет уже сдаваться. Ближе к монтажникам улицы. Да, ближе к монтажникам. Там меньше значительный участок, но дом уже возводится. В 2015 году, вот по этой линии, которую мы называли прокатастроенную стоимость, она была опущена до полутора миллионов рублей. Где-то немножко пропустил, вот за этот период она сначала опустилась, по-моему, до 68 миллионов или до 50, там, в таких пределах. А в 2015 году катастроенную стоимость упала до полутора миллионов рублей. В марте 2015 года пришла продажа земельного участка, где находится футбольное поле, компании «Кзорс» за 20. Киевский завод охотничьего и рыболовного снаряжения. Да, то есть там учителем является господин Ефаркин. Ефаркин, кстати, был все это время в советниках господина Быкова. Стоит также это отметить. За 20% от катастроенной стоимости он купил, приобрел этот участок за 338 тысяч рублей. За 4,5 гектара в центре города. Прекрасно. Сделка века. Сделка века, ну, вот, представьте, две цифры. 338 тысяч рублей. Ефаркин с Быковым, видимо, вместе, да, то есть, по моему предположению. Купили этот участок, продали через два года за 120 миллионов рублей. Ранится довольно существенно. Такая маржа, ну, которая... Вторая сделка века. Вторая сделка века. Ну, все прекрасно. Бизнес, бизнес. Ничего личного. Так, 2015 год. Нам сейчас началось прерваться. Все-таки я напоминаю, да, что это особое мнение Виталия Брама. Буквально полминуты, и мы продолжим нашу беседу. Итак, история с продажей, неоднократной продажей уже получается, земли в Парке Победы. Почему об этом говорим с Виталием Брамом? Напоминаю, потому что накануне Следственное управление, Следственного комитета России по Кировской области заявило о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Итак, 15-й год. Я помню весной, когда 15-го года мы, мы журналисты, я имею в виду в том числе здесь, в редакции, когда узнали вот эту сумму, 338 тысяч рублей. И про эту землю, ну, волосы-то, конечно, на голове дыбом встали. И я помню, не один эфир был по этому поводу. Но вот мы продолжаем. Да, мы остановились на продаже за 20% оказавшая стоимость этого участка за 338 тысяч рублей. Потом, когда мы все узнали, когда общество узнало, когда в СМИ про это стали рассказывать, с удивлением, что такое произошло, в принципе, кстати, в год 70-летия Победы продаем Парк Победы. Да, 2015-й. Естественно, произошло народное такое недовольство. Да, мы собрали людей, мы рассказали людям массово, на улицах собирали подписи. В июне пришло порядка 70 человек в Парк Победы. Пришли представители администрации, но собственники пытались там доказать обратное, что все хорошо. Я помню, я был там, народный исход, да, и новый собственник заверял, что ничего не будет строиться там и так далее. Ну, не обманул, просто продал. Не обманул, стоит заметить. Спасибо, господин Фаркин, не обманули. Затем 30 июня, когда мы, кстати, в день, когда мы повезли эти подписи, 6,5 тысяч подписей, собранные на улице города Кирова в Москву в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента, прокуратура Кировской области признала сделку незаконной. Выстраивала свою позицию на том, что это земля общего пользования, которую нельзя, в принципе, продавать. Я считаю, что позиция эта была единственная верная, на самом деле, в то время. Но вот впоследствии подала в суд иски. Там было порядка 6 или 7 судебных заседаний. То есть сначала районный суд вставал на сторону администрации, затем была апелляция в областной суд, который признал сделку незаконной. Это было в декабре 2015 года. Это было правильное, верное решение суда, коллегиальное решение суда. Затем, почему-то, спустя 3-4 месяца, уже в 2016 году, весной, в касации на это решение областного суда, суд отменяет свое решение. Довольно странно. То есть суд признал, что он был неправ. Такое крайне редко случается. А повод для... А, касация была. Касация, да. То есть та сторона, компания «Экзорсия» и администрация, которые очень плотно в суде выступали вместе, было очень смешно на это смотреть, подали касацию и победили в этом плане. Затем снова все спустил на районный уровень. Районный уровень встал на сторону администрации «Экзорса». Потом областной суд операции также встал на сторону «Экзорса». Попутно в сентябре 2016 года, после выборов в ЗАГС, собрание, которое, как я сейчас вспомню, примерно на следующий день, по-моему, заехала строительная техника на участок номер 2, который ближе к улицамонтажников, где компания «Соскаку» купила. И начались строительные работы, которые до сих пор продолжаются. Ну и затем основная такая реперная точка – это сентябрь 2017 года, когда пришла продажа участка, где футбольное поле, по что мы сейчас говорим, Никите и Павлу Мироновым, учителям ООО «Кироспецмонтаж». Еще раз напоминаем сумму, которая у нас фигурирует. Сумма, насколько мне известно, сумма продажи была 120 миллионов рублей. Так. Ну и следующая реперная точка – это, в принципе, наверное, вчерашний день, когда следственный комитет высказался, и у ФСБ высказались о том, что возбуждено уголовное дело. Спасибо, что возвращаешься к официальному сообщению. Настало время зачитать следующий абзац этого текста. «В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц, действующих по предварительному сговору муниципальному образованию, был причинен ущерб в особо крупном размере, равном недополученной разнице между 20% объективной кадастровой стоимости земельного участка и необоснованно заниженной выкупной стоимости». Дальше сумма присутствует, чтобы было понятно. То есть в размере не менее 9 миллионов рублей. Насколько мы понимаем, мы не специалисты, не такие уж, 9 миллионов рублей следователи берут за некую нижнюю планку. Вот как накануне нам пояснял в эфире особого мнения юрист Ян Чеботарев, что сумма реально может увеличиваться многократно. И, как сказал Ян Евгеньевич, нолик-то там можно будет смело добавить, то есть 90 миллионов рублей. Ну, в принципе, да. Но здесь, если вчитываться в эти слова, в эти фразы, мы читаем равном недополученной разнице между 20% объективной, вот это важное слово, кадастровой стоимости. То есть можно сделать вывод из этого предложения, из этой фразы, что данная кадастровая стоимость, которая была у этого участка, она была необъективной. Ну, я доделал такой вывод, да. Несоответствующей рыночным реалиям, да, так скажем? Ну да, то есть это стоимость не рыночная, это кадастровая. Рыночная стоимость данного участка, ну, как минимум 120 миллионов рублей, за который был продан, а в реальности, если была бы какая-то аукционность и прочее, она бы поднялась выше 200, а может дошла бы до 300 миллионов рублей. Ну, это можно предполагать нам. Предполагать, ну, это, в принципе, довольно нормальная стоимость для такого участка в черте города, рядом с парковой территорией, в районе, который, в принципе, активно развивается и настраивается там вокруг Победы, довольно развивающийся район. То есть, ну, вот мы видим, что четко нам говорят, что небоснова заниженная выкопная стоимость. То есть 338 тысяч рублей, а это 20% от кадастровой стоимости, которая была в последнее время не объективной, которую мы делаем вывод. То есть вот такая и складывается история. То есть если была бы кадастровая стоимость выше этих полутора миллионов, мы говорим про полтора миллиона кадастровой стоимости, а в 2013 году она была 155 миллионов рублей, вот мы, я думаю, что речь вот про это, то есть если мы 155 миллионов рублей умножим на 20%, то мы получим 31 миллион. Ладно, следствие разберется, как говорится. Италий, мы, по-моему, упустили очень важный момент, очень важное составляющее звено всей этой цепочки, всей этой истории. А почему именно сейчас-то, собственно, уголовное дело возбуждено? Почему? У меня только, ну, одни сведения по данному поводу, и об этом говорилось в нашей студии, например, депутат Кировской городской думы, Владимир Журавлев об этом говорил. Возбуждение уголовного дела стало возможным в связи с формулировкой позиции администрации, что это как раз-таки нанесение ущерба продажи за такие суммы, да? Я правильно понимаю? Конечно. По твоим сведениям? Ну, я уверен на 100%. Я уверен, что администрация, та новая администрация, вот был Илья Вячеславович Шульгин, я уверен, что их позиция новой этой администрации, в том, что это все было сделано неправильно. Каким образом там было сделано неправильно? Наверное, с ущербом. Ну, это логично. Если какая-то происходит сделка по продаже муниципальной собственности по настолько низкой цене от выночных реалий, это при условии, что ее можно продать, то это как бы ущерб. Я думаю, что, чтобы я назвал ущербом, это действительно там разница между... 120 миллионами. 120 миллионами, да. И 338 тысячами. Вот эта маржа, которая, она и есть, в принципе, ущерб, можно, в принципе, назвать. Ну, вот, собственно, история такая. Сейчас нам остается только ждать, уповать, поддерживать морально, наверное, силовиков. Я думаю, что им тоже это важно и приятно, наверное, что им люди скажут спасибо огромное. В это нужно верить. Что остается делать? Слушая, вот если взглянуть со стороны на всю эту историю, попытаться... Смотри, весь город, можно об этом говорить, весь город практически знает сумму продажи. За сколько купили, за сколько продали. Знает фамилии людей, которые во всем этом участвовали. Вот, и при всем при этом продолжать, как бы, проворачивать, я уж использую такой термин, вот эти все вещи, это что? Это верх наглости, бесстыдства, глупости? Или что это, по твоему мнению? Или такая уверенность в том, что никто не заинтересуется и не задаст вопрос? Потому что весь свой период, который Владимир Владимирович Быков провел в городской администрации, был главой города, мэром города, мог влиять на решение Думы, я в этом точно уверен, мог влиять на решение администрации. И я абсолютно уверен, что он на это делал, влиял. И не только в случае с Парком Победы. Если мы будем смотреть, сколько городской земли за этот период было каким-то образом уведено куда-то, каким-то образом застроено, то мы ахнем, там сумма ярдами будет исчисляться. Не девятью миллионами, а миллиардами. И это важно понимать. И ладно бы деньги. Так, ну слушайте, город-то просто, понимаете, он, ну, придрек на проблемы с этой инфраструктурой. Ну, невозможно же там город функционировать, когда это все делается непродуманно вообще, не рассчитывается ни на нагрузки, ни на сети и все прочее, когда все застраивается, да. Ну, это какой-то бред и кошмар. Естественно, мы видим, что на протяжении длинного периода времени при власти этого человека в городе совершались такие необдуманные, кошмарные, коррупционные сделки по отчуждению муниципальной собственности в том числе. И по всем этим странным делам в муниципальных предприятиях и так далее. То есть, ну, мы понимаем, что у человека была какая-то такая неимомерная крыша где-то не в Кирове, но которая его от всего спасала. Такой зонт волшебный, да, вот. Вот волшебный такой зонт. Видимо, может, его не стало, да, то есть, может, кто-то был из этих, как его, кто у нас там идет, вышел дальше. Близко у нас время рекламы. Все-таки до рекламы я хотел бы озвучить последнюю часть абзаца сообщения от следователей. В настоящее время следователи третьего отдела и так далее проводят многочисленные обыски, выемки, изымают документы, допрашивают лиц, обладающих для следствия важной информацией. Расследование продолжается, все выясняются ситуацией. Вот. Ну, важно сказать-то, что... Если ставить на место тех людей, у которых сейчас обыски, выемки, им, конечно, не позавидуешь. Ну, это работа такая, то есть, они на том месте, где, вот, может быть, они сопровождали или были в курсе, кстати, да, то есть, там же вся администрация была в курсе, не только весь город знал, но и все администрации, кто принял это решение, в том числе, те работники администрации, которые ходили в суд, защищали позицию по отчуждению муниципальной собственности. Вот эта замечательная женщина, там, из юридического отдела администрации. Представительница как раз-таки. Администрация, которая во всех судах. Нет, с завода это отдельно. То есть, была представитель администрации, которая поддерживала решение. Говорила, все правильно, никого парка здесь нет. Руководитель департамента муниципальной собственности? Я не помню, кто там. Нет, не Мамедова. Нет, там была из юридического отдела. То есть, мы можем понимать, то есть, вот это слово неустановленные лица, ну, это могут, там, должны на этом этапе говорить следователи. Мы же можем пофантазировать, да, то есть, мы знаем, кто купил участок за 338 тысяч рублей. Это компания «Экзорс». В ней на 70% является учителем Ефаркин Леонид Михайлович. На прежде всего периода он был советником главы города, там, тогдашнего, Гасплина Быкова. Именно Гасплин Быков являлся прямым выгодоприбередателем, по моему мнению, от данной всей схемы. Наравне, в принципе, и с учителем компании «Экзорс». Ну, в принципе, да, то есть, он же получил, наверное, свою прибыль-то какую-то, свою маржу, да, в 120 миллионов, в 119 с копейками, да. Вот и все. То есть, это, безусловно, те люди, которые должны понести наказание в любом случае. Ну, не может быть такого, что безнаказанно такие вещи будут проворачиваться. Ну, это вот, наверное, можно там заканчивать и ждать. Вчера с моим другом Багир Багировичем общался на эту тему. Багир Шариф. Да, то есть, он просил передать в эфире и напомнить, что все тайное становится явным. И он это просил передать в эфире даже не для тех, кто сейчас там под следствием находится, а для тех, кто сейчас творят беззаконие, возможно, где-то. Возможно. И чтобы они тоже подумали и задумались. Спасибо, Багир Багирович. Важное дополнение. Все под богом ходим, как говорится. Ну, да. Либо в рай, либо в ад. Надо выбирать. Хорошо. Я думаю, что на этой теме мы сейчас, в данный момент, закончим. Сейчас у нас будет небольшая пауза. И после нее еще одна очень важная для Виталия тема. Из-под вареважная. Тоже очень скандальная. Это связано все с деятельностью автотранспортного предприятия. Городские автобусы, пассажирский транспорт после полутораминутного перерыва. И там тоже Быков. Он нас преследует. Поехали дальше. Общественный деятель Виталий Брама. Его особое мнение. Ну, держитесь. На протяжении нескольких лет предприятие проедало активы города. И никто, никто никогда этот вопрос не поднимал. Это слова, я цитирую главы города Елены Ковалевой, обращенные в адрес автотранспортного предприятия. Минус 400 миллионов за несколько лет. Это выводы о деятельности АТП контрольно-счетной палаты города Кирова. В общем, все вводные у тебя, Виталий, есть. Исходя из того, что мало времени. Очень много всего. Тебе сейчас выговориться надо, я понимаю. Очень много всего. Очень просто. Тот же человек, Владимир Васильевич Быков, имел всю власть на муниципальные предприятия. Будь то АТП, будь то у Калининского района, будь то другие мупы, ГДМС и все прочие вещи. Безусловно, зная и понимая уже сейчас, в принципе, все понимают, все знают весь город. Страстью и любовь этого человека к деньгам, он пытался, видимо, по всей видимости, высушить эти предприятия. Выжать оттуда деньги. Лить можно было печное топливо на этом зарабатывать. Запчасти странно покупать, наверное, там зарабатывать. Кредиты брать невыгодные в дружественных процентах, в банке, который, в принципе, очень тесно связан с этой всей городской сворой власти, которая была. Про банклы нам говорю сейчас. Можно было закупать товары без размещения на сайте госзакупок. Можно было выстраивать интересные взаимоотношения с субподрядчиками. Я же напомню, что более 50% всех автобусов, всех маршрутов это субподрядчики. То есть у АТП свои автобусы муниципальные. Про это еще, наверное, расскажем. И субподрядчики. Вот, собственно, и все. Так много, очень долго протружать. Можно говорить про ленинскую управляющую компанию, которая неоднократно говорила, какие там схемы, праворачивающие и все прочее. Деньги, в том числе, выводят со странным образом. Основным учредителем, который является АТП. Правильно я вспоминаю? 2% и 95% две компании. Одна в банкротстве, а вторая, по всей видимости, скоро будет там же, видимо, одной ногой там. Ну, вот это, если мягко. Мы видим то, что из пресс-релиза КСП, то, что Дубровин, господин, там, выписывал какие-то премии, золотые парашюты. Экс-директор АТП, напоминаем. Хотелось бы, чтобы он на этом золотом парашюте своем прилетел прямиком в СИЗО, как бы. Вот ему там туда дорога. Кстати, мы помним все про это дело с пищевым топливом. Полтора или два года уже прошло. То есть, где-то там зам его сидит где-то под домашним арестом. Ну, где? То есть, кто сидит еще раз? Зам Дубровин. Зам бывшего руководителя. Зам Дубровин Криволапов. Это один из там родственников одного из депутатов городской думы, который выходил в совет состава директоров. Вот такая история. Ну, вот так вот ждем, ждем, ждем. Также ждем. То есть, мы видим, вот госпожа Ковалева сказала, что никто про это не говорил. Говорили. Два года мы кричали во все. В СМИ подключали благосферу, интернет, СМИ. Много людей, тысячи, тысячи людей про это слышали и знали. Мы постоянно поднимали этот вопрос. И дела уголовные открытые. Почему администрация города не поднимала тему в свое время, когда там был быков? Понятно, почему. Потому что там выгода приобретатель быков. Вот и все. Как сказал Денис Ярокин, депутат в этой студии, там какая-то ОПГ сложилась. Ну, я полностью поддерживаю. Он предположил, да. Я предполагаю тоже. Предполагаю. Лишь предположение. То есть там подадут, скажут, клевета, клевета. Ну, пускай. Уже были такие. Вот, собственно, ну, что хотел сказать. Ты говорил еще про автобусы. Тоже, когда ты сказал про автобусы, про МАЗы, да. Я стал вспоминать, какие еще автобусы закупались в свое время на АТП. Подожди, давай сейчас, чтобы не перескопим, чтобы слушателям было понятно, да. Просто в довес к этой теме, к теме АТП, этого золотого парашюта и убытка 400-миллионного, я хотел все-таки присукупить вопрос свежий буквально вчера, да. Появилась информация о том, что нынешний глава администрации Илья Шульгинов встречался с представителями Минского автомобильного завода. И, как сказал Юлия Вячеславович, было бы хорошо, если бы город сумел закупить свежие вот эти минские автобусы. 100 автобусов вместимостью порядка 30 человек и 50, больше местных, до 100 человек. Вот я посчитал, я накануне нашел сайт одного из дилеров Минского автомобильного, автобусного, наверное, все-таки завода. 30-ти местный автобус стоит минимум 5 миллионов рублей, 100 местный минимум 7 миллионов. В общем, где-то на миллиард получается эти 100 миллионов. Ну, мы же понимаем, что в данном... Ну, это, естественно, не одномоментно, а в течение нескольких лет. Ну, лизинг и все прочее, можно на довольно выгодных условиях организовать все прочее. Просто зная эту тему, вот предыдущую, в смысле, тему, да, вот эти предполагаемые махинации... Кстати, МАЗы уже закупали в 2013 году. Боже упаси вообще связываться с этими автобусами. В 2013 году МАЗы закупали и закупал, вы не поверите, настолько мне известно, сын главы города поставлял, даже был дилером их, и дилерство это закрыл после поставки. Да ладно, можно поподробнее. Вот такая история. Подробности мне пока, ну, как бы не расписывал я их очень подробно. Но люди говорят, что это сын главы города, был причастен к поставке автобусов МАЗ в 2013, по-моему, году. Там порядка 20 автобусов, там тоже миллионы, миллионы, миллионы. Но, опять же, если мы вернемся к то, что сейчас обсуждается про МАЗы, ну, насколько мне известно, из общения с теми, кто занимается обслуживанием такой техники подобной, ну, МАЗы не совсем выгодны и довольно дороги, на самом деле, в том числе и в обслуживании, и в закупе своем. То есть есть отличные ЛИАЗы, наши, наши русские ЛИАЗы, давайте обратимся к ним. Есть отличные новые ПАЗики, кстати. Просто ПАЗики, просто ПАЗики как-то уже многим поднадоели. ПАЗик Vector Next, вот смотри, к примеру, я поставил. Отличный ПАЗик, современный. А, ну, это тоже Павловский автобусный завод, да? Да, ну, он входит в эту группу, где ЛИАЗы, там, русские автобусы, по-моему, называются, все прочее. Ну, я думаю, что просто переговоры проводить нужно и с МАЗом, и с ЛИАЗом, искать более выгодные условия, посмотреть на реальность. То есть если у МАЗов здесь нету дилерства, да, то есть нету возможности, в том числе и обслуживания, возник какие-то сложности, да, то есть, ну, может быть, стоит оценить, там, переоценить, да. То есть, ну, опять же, я думаю, что новое рекордство АТП, которое сейчас у нас уже там есть, вместо Дубровина и всей этой команды, оценит полноценно вот все возможные предложения, то есть, и все возможные выходы. В том числе мы же понимаем, что ты сказал, там, сумма под ярд вылазит, да? Мы же понимаем, что АТП, как мы читаем из отчета КСП, у нее патовая ситуация финансовая. Она все заложена, перезаложена по несколько раз в долгах, не может исполнять свои вот прямые там платежи, которые сейчас там текущие, необходимо совершать даже, да, доходит до этого. То есть, потянет ли она вот покупку новых автобусов в таком количестве. Ну, и в то же время мы понимаем, что по АТП работает много субподрядчиков. На самом деле, если вот в субподрядчиках посмотреть, покопаться, исключить оттуда друзей Дубровина, а там и такие есть, привилегированные, между прочим. На пыхтящих пазиках, самых пыхтящих, там порядка девяти подрядчиков работает. Вот если посмотреть и сказать, ребята, а давайте вы купите себе новый автобус, мы это пропишем в договорчике, что автобус должен быть не старше 5-10 лет, условно говоря. Не-не-не, это уже старый. Ну, там, года, ну не суть, то есть, ну, 5 лет автобуса, это нормальный автобус, вполне нормальный. В столицах такие автобусы уже списываются. Ну, пусть будут новые, ну, это все обсуждаемо, я взял как предположение. И переложить на это на их плечи. Тем более, в следующем году заканчивается вот эта система маршрутная, которая была разыграна между АТП и АТХ. Это два вот таких там крутых предприятия. То есть речь идет о том, он розыгрышает. Да, то есть, может быть, стоит подумать о разбивке этих маршрутов, чтобы был доступ у этих более маленьких компаний, которые работают на суппотреблении. Они же работают. Их выдаивают, доят там в этом АТП, там, Даньстик просили, насколько мне известно, довольно крупную из каждого автобуса ежемесячно. Ну, может быть, выстроить вот это вот, про что говорит нам президент, развивайте конкуренцию. Все ваши мупы, гупы и все прочее, это брехня. Президент говорит официально письма правительству РФ, развивайте конкуренцию, дайте доступ. Там Путин говорил, да, развели свои мупики. Ну, так это же и есть, вот это же про это говорит. Но это не значит, что мупы и гупы-то совсем плохо, да? Ну, давайте развивать конкуренцию. И я думаю, эти люди, нормальные подрядчики, честные, которые хотят работать на нормальных условиях, на жестких условиях, они будут работать. Кто не хочет, они уйдут. Вот и все. Перебираем уже, Виталий, немножко по времени. Пусть сейчас люди слушают новости. Виталий Брам с своим особым мнением сегодня заканчивает. Верим, надеемся, молимся. Ну, в общем, все делаем. Это мы по поводу первой темы? По поводу всего вообще. А, всего. По стену. Вот приходите сегодня в 5 часов в Трифорах Мастер. До свидания, всего доброго. За Владимир Васильевич я помолюсь сегодня. До свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok